Добрый день! Меня зовут Андрей Лебедев, и сегодня у нас вебинар, посвященный параметризации в ресурсных спецификациях. Этих вебинаров будет два. Я думаю, что успеем, мы посмотрим сегодня. Давайте я перейду в систему, и давайте мы с вами для начала поясним, о чем у нас, собственно говоря, будет идти речь. Если вы работали с подсистемой производства, вы знаете, что такое ресурсная спецификация. И вы безусловно знаете, что ресурсные спецификации, помимо того, что они могут быть трех вариантов – изготовление, сборка, ремонт, разборка, утилизация – они еще имеют достаточно сложную внутреннюю структуру, и они вовсе не обязательно могут быть привязаны к какой-то одной номенклатурной позиции. Чтобы пояснить, что я имею в виду, давайте мы с вами попробуем создать какой-то сложный вариант номенклатуры. Я создам новый вид номенклатуры. Это будет готовая продукция. Ну, естественно, тип – это товар. Я ее назову «Готовая продукция характеристики» и «Реквизиты». Естественно, у нас будут характеристики. Характеристики у нас будут общие для этого вида номенклатуры. Ну, и этого вполне достаточно. И в этой виде номенклатуры я создам номенклатурную позицию, которая будет называться «Стол обеденный». Будет что-то близкое к тому, что есть в задачах 1С. Стол обеденный, единица хранения штука. И «Стол обеденный» у него будут две характеристики. Давайте я сделаю вот так. Характеристика будет белой. И характеристика будет коричневой. И я создам номенклатурную позицию, «Стол кухонный». И здесь у нас единица хранения, тоже будет штука. Ну, а характеристики у нас общие для вида, то есть здесь доступно ровно то же самое. Что мы можем с этим сделать теперь? В ресурсной спецификации у меня есть несколько возможностей для того, чтобы она относилась сразу к нескольким номенклатурным позициям. Во-первых, я могу вот эту вот ресурсную спецификацию сделать общую для всего вида номенклатуры. То есть у нас будет ресурсная спецификация на весь вот этот вот вид номенклатуры. Запишу ее пока в текущем виде. Естественно, вот эта вот ресурсная спецификация, она будет пригодна как для столов, так и для стульев. Звучит, конечно, несколько бредово, но тем не менее такое возможно. Мы можем пойти другим путем. Мы можем сделать вот так. Мы можем создать ресурсную спецификацию и привязать ее к списку номенклатуры. В этом случае мы должны будем явным образом указать, что мы производим в рамках данной спецификации и стол и стул. Обратите, пожалуйста, внимание, что в том случае, когда мы вот таким вот вариантом идем, мы обязательно здесь должны указать долю стоимости. То есть сколько из потраченных материалов уйдет на стол, сколько на стул. Обращаю ваше внимание, что я здесь использовал доли стоимости, ну, как бы попривычки. Но на самом деле, ну, я сделал так, что это проценты, но на самом деле это не обязательно. Доли, когда пишется доля стоимости, это именно доли. Вот. Обращаю ваше внимание также на то, что у нас одна из номенклатурных позиций всегда должна быть основной. Это важно, это учитывается потом при написании формул. Ну, давайте вот это вот я назову стол и стул. Вот он. Ну, и, наконец, мы, создавая номенклатурную позицию, создавая ресурсную спецификацию, мы можем остаться в рамках одной номенклатурной позиции, например, стола кухонного. Причем мы можем конкретизировать стол по характеристике, можем это не делать. Вот. В этом случае все столы кухонные, вне зависимости от характеристики, они будут производиться только и исключительно по одной спецификации. Ну, например, у нас будет использоваться... Ну, давайте, посмотрю, что-нибудь найдем. Ну, давайте, создам материал, который будет называться древесина. Единица хранения... Ну... Метр кубический. И вот эта вот древесина, она будет использоваться там в количестве 0,5 куба для производства стола. Значит, производственный процесс нас сейчас не особо не интересует, но я добавлю этап и добавлю какой-нибудь цех, ну, скажем, цех номер 01, в котором это будет производиться. И теперь, если мы с вами... Так, статья калькуляции материала. Теперь, если мы с вами попробуем создать заказ на производство, Добавим в этот заказ стол обеденный. Ну, скажем, по пять штук. Так. Прошу прощения. Обратите внимание, что и в том, и в другом случае у нас система предложила использовать одну и ту же ресурсную спецификацию. То есть, на данном этапе, если я сейчас запущу производство, у нас и в том, и в другом случае будет использоваться одни и те же материалы, но трудозатрата я не вносил. Ну, понятно, что это не совсем корректно. И если у нас создаются разные характеристики у номенкулатуры, они и производиться должны тоже по-разному. Иначе смысла создавать одну ресурсную спецификацию на несколько позиций или на несколько характеристик, в общем-то, отсутствует. Значит, как здесь можно выпутаться из процесса? Давайте подумаем, чем у нас могут вот эти два стула, белый и коричневый, отличаться друг от друга. Ну, очевидно, что цветом. И это означает, что у нас используется разная краска для окраски этих стульев. Давайте мы создадим соответствующую номенкулатуру. Называться у нас вид номенкулатуры будет материал-характеристика. Характеристики общие для этого вида номенкулатуры. Ну, и могу сразу же задать, давайте это сделаем, тоже белая и коричневая. Ну, и давайте краска акриловая измерять мы ее будем в литрах. Что у нас происходит дальше? Давайте вернемся к этой спецификации стул кухонный. Добавим сюда краску акриловую. И зададимся вопросом, как именно мы укажем цвет. Как вы видите здесь, у нас система требует обязательного указания характеристики. И мы должны с вами как-то системе объяснить, какая характеристика здесь будет стоять. Напрямую ее здесь указывать не имеет смысла. Тогда у нас все время будет какая-то бело-коричневая краска использоваться в ходе производства. Это неправильно. Значит, и здесь у нас вступает в действие вот эта вот кнопочка. Автовыбор. И мы видим, что номенклатура у нас указана. Хотя мы можем и номенклатуру в каких-то случаях выбирать. Характеристика номенклатуры у нас указывается в спецификации. Сейчас стоит такая настройка. Но мы ее сейчас поменяем. Она может определяться по свойствам. Она может определяться по алгоритму. И она может уточняться при производстве. Значит, если мы поставим уточняться при производстве, сохраним настройку. Вы видите, что в этом случае происходит. В этом случае мы сейчас ничего не определяем. Но когда у нас будет этап производства, вот тогда нам придется принять решение, какая краска здесь будет использоваться. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Я установлю статус действует. Так, это у нас тоже материалы. Вернемся к заказу на производство. В принципе, заказ у нас оформлен. Мы можем его запускать в работу. А, да, получателя не указал. Ну, получатель нам не важен. Давайте у нас это будет какой-нибудь основной склад. Напоминаю, что получатель – это то, куда выпускаемая готовая продукция, потом будет передаваться. Или на какой статью расходов она будет списываться. Сделали. Идем в управление очередью заказов. Давайте поставим наш цех. Вот он, наш заказ, который мы только что сделали. Сформируем этапы. Этапы сформировались, сформировались с ошибками. Ошибки связаны, во-первых, с тем, что я схемы обеспечения не задавал. Ну, а во-вторых, давайте посмотрим, система не знает характеристику краски, которую здесь надо использовать. Предполагается, что эта настройка, она будет уже установлена в ходе производства. Вот мастер цеха, он возьмет этот этап и вручную, или там диспетчер какой-то, вручную здесь укажет, какую именно краску нужно использовать. Система допускает такой порядок работы, но понятно, что автоматизации в таком подходе немного. Давайте откатимся немножко. вернемся к ресурсной спецификации. И посмотрим, какие варианты здесь есть еще. значит, уточняется при производстве, мы посмотрели, определяется по алгоритму. если определяется по алгоритму, то вот здесь, здесь потребуется вмешательство разработчика. Разработчик должен будет написать какой-то алгоритм, ставить систему, только потом он здесь может быть использован. то есть то, что здесь, это вот эта вот возможность, это не то, что настраивается, это то, что требует доработки. Ну и самое интересное, то, что мы будем использовать, определяется по свойствам основного изделия. То есть предполагается, что система посмотрит, что там в основном изделие, какое оно и какое изделие в заказе поставщику и, соответственно, в этапе. И в зависимости от того, какое это изделие, она выберет нужную краску. Давайте посмотрим настройку соответствия свойств. и мы видим, что, ну, ничего здесь у нас нету, никаких свойств мы с вами указать не можем. Значит, для того, чтобы мы смогли использовать эту настройку, нам придется немножечко откатиться, нам придется вернуться к номенклатуре и немножечко доработать вот эти вот вида номенклатуры. Ну, какая доработка нам потребуется. Давайте откроем материалы. Давайте для точности напишем, что здесь будут реквизиты. Материалы и реквизиты. Так, и теперь мы с вами обратимся вот к этому пункту, дополнительные реквизиты. Сейчас у нас дополнительные реквизиты, номенклатуры и характеристики практически отсутствуют. Значит, ну, за исключением вот эта вот минимальная поставка. Но мы можем добавить реквизиты к номенклатурной позиции. И сейчас мы добавим здесь реквизит, который будет называться цвет. Цвет. Реквизит может иметь различный формат. Очень часто используется вариант тип дополнительное значение. Но здесь есть много чего еще. Многие справочники программы, они могут использоваться как тип этого реквизита. Но нас вполне устроит дополнительное значение. Дополнительное значение предполагает, что мы эти значения задаем сами и задаем вручную. И я создам сейчас два значения. Даже три. Белые. Коричневые. И черные. Ну, вот так. Значит, для того, чтобы у нас работала автоматика, нам нужно сделать еще одну вещь. Аналогичный реквизит должен быть и в готовой продукции. Добавим для готовой продукции новый реквизит. Но мы возьмем не новый, а из другого набора. Нам предложат какие-то варианты. Ну, мы использовали номенклатуру. Материалы, характеристики, реквизиты. Так, что-то тут у нас не так. Прошу прощения, давайте я проверю. Пробуем еще раз. Дополнительное из другого набора. Прошу прощения. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь при добавлении дополнительных реквизитов мы можем просто его добавить или сделать копию, но нам нужно добиться совместного использования реквизита несколькими видами номенклатуры. Поэтому я использую вот этот вот пункт. И вот у меня появился цвет. Если мы посмотрим, мы видим, что здесь уже введены значения. Почему так происходит? Потому что этот реквизит входит одновременно в два набора. Что это нам дает? Давайте запишем и закроем. Сразу хочу сказать вам, что у нас может быть не один реквизит. Их может быть несколько. Например, здесь у меня может быть также реквизит. Ну, скажем, лакированный. Покрыт лаком или нет. И можем использовать для этого, например, значение булева. Да, нет. Вот. Значит, количество реквизитов произвольно. Вообще говоря, когда я создавал в одном проекте вот такие дополнительные реквизиты, в одном проекте их было 40. Ну, там несколько особой задачи ставились. Вот. Что это нам дает? Значит, теперь, когда мы будем смотреть реквизиты, характеристик любой номенклатурной позиции по данному виду, мы увидим, что у нас здесь появилась возможность указать реквизит цвет и поставить вот эту галочку лакированный, не лакированный. Сразу же хочу вам сказать, что не надо путать вот эти две вещи. Несмотря на то, что у нас одинаковые здесь слова белый и белый, то, что мы здесь указали белый реквизит, еще не означает, что здесь будет записано то же самое. Значит, и сам по себе реквизит, естественно, тоже не подставится. Над этим тоже нужно поработать. То же самое нам надо сделать и для материала. В материале краска акриловая характеристики. Вот здесь вот мы тоже должны подставить белый. Явным образом указать реквизит. Понятно, что вот такой подход, он может оказаться несколько неудобным. И, конечно, лучше сделать так, чтобы наименование, оно зависело от значения реквизитов и формировалось автоматически. Система позволяет это сделать тоже. Давайте посмотрим, как это делается. Давайте я это сделаю, наверное, для этого. Смотрите, здесь есть вот такой пункт шаблона наименований. И мы можем задать шаблон наименований для характеристик. Для этого мы нажимаем изменить. И мы видим на экране вот такую вот картинку редактирования формулы. Вот с этим редактированием формулы мы еще с вами будем сталкиваться. Мы будем сталкиваться, скорее всего, уже на следующем вебинаре, когда будем смотреть, как вот эта вот формула работает в ресурсной спецификации. А сейчас у нас задача очень простая. Мы должны указать, что наименование характеристика краски должно соответствовать наименованию реквизита. Значит, работать с этим, с этой формой очень просто. В левом верхнем окне у вас находятся операнды, то есть данные, которые вы можете использовать. Значит, в правом это операторы и функции, то есть то, что можно с этими данными сделать. А внизу у нас итоговая формула. Это текстовое поле, вы итоговую формулу можете вручную набирать. А можно попытаться ее собрать. Ну, вот смотрите, здесь я просто укажу, что у нас цвет надо использовать. Вот. И больше ничего не нужно. Вполне достаточно вот этого вот варианта. Хотя мы можем создать достаточно длинную формулу с ветвлением, с логикой для того, чтобы сформировать наименование. Ну, цвет нам этого хватит. Сохранить и закрыть. И обратите внимание, мы сейчас с вами запретили редактировать рабочее наименование характеристики. Что это означает? Это означает, что если мы сейчас с вами откроем карточку номенклатуры, перейдем в характеристики и откроем в характеристику, мы увидим, что редактировать мы характеристику не можем. Значит, вот здесь у нас не совсем корректная вещь. Давайте еще раз проверим. Не тот реквизит поставили. Давайте я поставлю белый. Вот. Здесь у нас все правильно. И давайте у нас еще есть значение черный. Вот у нас еще характеристика черный будет. Я указал здесь цвет. Нажимаю вот на эту кнопку. И рабочее наименование у меня сформируется по наименованию характеристики. Так, ну, разного рода пертурбации с реквизитами мы с вами посмотрели. А теперь давайте вернемся с вами к ресурсной спецификации. И попробуем сделать то, что перед этим у нас не получилось. Автовыбор. Определяется по свойствам. Настройка соответствия свойств. Цвет. По свойству. Цвет. Мы с вами указали, что свойства характеристики материала будет определяться по свойству характеристики готовой продукции. Можно сделать по значению. Тогда мы просто можем задать конкретный реквизит для конкретного свойства. Можем по алгоритму. Ну, соответственно, у нас их пока нету. Можем любое значение. Ну, по сути дела, это опять-таки выбор в ходе производства. Вернемся к свойствам. Укажем. Сохраним настройку. Определяется по свойствам основного изделия. Устанавливаем статус действует и посмотрим, как это будет работать. Заказ на производство у нас сформирован. Управление очередью заказов. Формируем этапы. Диспетчирование этапов и посмотрим, что получилось. Обратите внимание, у нас в данном случае характеристика краски корректно определилась в соответствии с характеристикой готового изделия. Посмотрим второй этап. Коричневый. Коричневый. Вот это вот первый вариант, как работает параметризация в ресурсной спецификации. Обращаю ваше внимание на то, что вот этот вот вариант автовыбора, он будет работать именно на закладке материала и работы. Но помимо автовыбора у нас есть еще вот такой вот вариант расчет по формуле. Что это такое? Вот этот вот вариант, он предлагает нам задать условия использования и задать алгоритм расчета. Что я имею ввиду? Предположим, у нас, если вы помните, существует еще вариант лакировки. И предположим, ну пока, чтобы не усложнять, мы с вами решим, что лакировать мы будем только белые стулья. Почему? Не важно. Значит, в одном случае мы какую-то позицию, какой-то материал будем использовать, в другом случае нет. Зададим материал. Здесь нам характеристики будут не нужны, я просто создам лак. У нас, может, и есть. Ну, предположим, мы его в килограммах будем использовать. Сейчас проверю. Да, ну, лак мебельный, давайте так. Лак мебельный. И, предположим, мы с вами должны задать, что в случае, если у нас стул белый, мы должны использовать с вами вот этот вот мебельный лак. Как это можно сделать? Вот здесь мы можем пойти через условия. Добавим цвет материала. Цвет равен белый. Так, видите, да? И сохраним настройку. Обратите внимание, да, у нас здесь еще дополнительный значок появился. С условием использования. Давайте я вот здесь поставлю материалы основные. И попробуем запустить вот этот стул кухонных производства. Ну, у нас уже все есть. Я просто откачу назад. Удалю этапы производства. В принципе, мы используем ровно те же самые спецификации. Ничего тут не меняется у нас. Так, и давайте сформируем этапы. Этапы сформированы. Посмотрим, что получилось. Стул кухонный белый. Нужен мебельный лак. Стул кухонный коричневый. Мебельный лак не нужен. Вот это вот второй момент, связанный с параметризацией. Это использование условий. И у нас есть еще третий момент. Это использование формулы. Но использование формулы это то, что у нас будет на следующем вебинаре. Там мы, во-первых, посмотрим, как сформировать сложное наименование. Сейчас-то я простенький вариант делал. Белый-белый, коричневый-коричневый. Но там может быть все немножко позапутаннее. И второй момент, который мы на следующем вебинаре посмотрим. Мы посмотрим, как использовать формулы, которые разработчик предусмотрел для использования на форме расчета. Какие вопросы у вас возникли? Если есть, задавайте. Если есть какие-то пожелания по поводу того, что вы еще хотите увидеть, пишите тоже. Мы по мере возможности стараемся все это делать. Еще один нюанс, который я хотел вам сказать. Вот тот функционал, который сейчас я вам показываю, в принципе, это тот функционал, который должен использоваться при сдаче экзамена специалист-консультант по производству. Вопросов нет. Если вы хотите заводить вот этот вот доп. реквизит, где его надо сделать сначала в готовой продукции или в материале. Если вы будете готовиться, имейте в виду, что в некоторых версиях вот эта вот ошибка срабатывает. Система не безразлична, в каком порядке это делать. Возможно, это сейчас уже в последних версиях исправили, но такая ошибка была. Примеры с машиностроительным производством. Ну, как бы я типовые варианты использую. С машиностроительным производством, по характеристикам. Ну, знаете, там вот из того, что мне приходилось делать на машиностроительном производстве, на металлообработке, там параметризация все-таки больше на формулы шла. Почему? Потому что там отличия, они были связаны больше с габаритами. То есть количество материала, который надо использовать при производстве, да, там, ну, условно говоря, вы выпускаете там, ну, не знаю, проток какой-то. Он может быть разной длины, вы эту длину выводите в параметр, вот, в доп. реквизит, и, соответственно, исходный материал, количество исходного материала читаете по формуле. Причем там довольно интересно, там практически функционал Excel, возможно, ветвление, условия. То есть вот это вот все можно сделать. Не очень, так сказать, удобно вот в одну строку работать, надо очень аккуратно это делать, но, в принципе, работоспособно. Параллельные комплекты, это что имеется в виду? Параллельные комплекты, это что имеется в виду? О том, что меняются какие-то характеристики, и в зависимости от этого меняется состав материалов, которые используются для производства, туда, это оно. В том случае, если этот процесс вообще хорошо проработан, вот это вот прописание зависимости, от зависимости готовой продукции от материалов, и наоборот, какие-то изменения в производственном процессе, в этом случае проходят очень простенько. Вы изменили параметры изделия, а все остальное у вас уже забито, это будет автоматом считаться. По-разному ветвям? Да, 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 все верно. Все верно. Так, еще вопросы есть у нас? Пожелания? Ну все, спасибо за внимание, жду вас тогда на следующем вебинаре. Посмотреть использование аналогов, разрешение на замену. Хорошо, сделаем вебинар на эту тему. На самом деле, там подводный камень, сразу говорю, в том, где можно включить вот этот механизм аналогов. А включается он в разных местах, не только в этапе производства. Вот, хорошо, учтем, да. Спасибо. До свидания. Запись выложим. Продолжение следует...